Проверки фонда, как и недавние следственные мероприятия в Минздраве, назревали давно. Вопросы к организации закупок, торгов, проведении конкурсов и взаимоотношениям заказчиков с исполнителями вызывали нарекания со стороны антимонопольной службы. Претензии потребителей, как водится, рассматривали не сразу. Вот и накопили критическую массу, что называется, до предела. В 2016 году антимонопольщики выяснили, фонд, описав предмет каждого лота при организации торгов, нарушил 17-ю статью закона о конкуренции. Как отметили представители УФАС, в ноябре 2016-го на рассмотрение попала целая волна административных дел в сфере ЖКХ, а общая сумма штрафных санкций перевалила за полтора миллиона рублей. В мае прошлого года уже прокуратура выявила многочисленные нарушения антикоррупционного законодательства. В году текущем, опять же, в поле зрения прокуратуры попали должностные лица фонда, которые подозревались в хищении более 10 миллионов рублей из средств, которые граждане перечислили в счет будущего капитального ремонта их домов. Вчера состоялась беседа руководителя фонда модернизации жилищно-коммунального комплекса Ульянской области Александра Хаджибаева с представителями правоохранительных органов. Суть и содержание данной беседы на настоящий момент мне неизвестны. Однако могу заверить, что пока в настоящее время к вопросам деятельности фонда как регионального оператора капитального ремонта никаких претензий не возникло. Соответственно, исполнительная документация, проектно-сметная документация, какие-то документы, поступившие от собственников, не попали в поле зрения силовиков. И, соответственно, они не были просмотрены и даже изъяты. Вторым фигурантом проверок стало муниципальное бюджетное учреждение «Стройзаказчик». Первая серия обысков в котором прошла в начале 2016 года. Тогда следователи искали информацию по факту мошенничества при распоряжении муниципальной землей. В этот раз уголовное дело возбуждено по статье «Превышение должностных полномочий». Предварительно установлено, что в период с 2015 года по мае 2018 года должностные лица указанной организацией при проведении государственных и муниципальных закупок нарушали установленный порядок проведения аукционов, разглашая охраняемую законом коммерческую информацию относительных проведений в пользу ряда юридических лиц с целью обеспечения их победы и последующего заключения с ними соответствующих контрактов. Присечена преступная деятельность в результате совместных мероприятий Роганов Следственного комитета и Управления ФСБ России Пульонской области. Следственные действия с целью установления всех обстоятельств совершенного преступления продолжаются. В организации изъята распорядительная и договорная документация.